Сейчас о молодежи мы поговорим немножко с другим человеком, с Евгением Киселевым, который занимается набором молодежи, молодых людей, которые идут в армию. Скажите, пожалуйста, вот Евгений так хорошо нам сказал про нашу молодежь, что она не избалованная, она патриотичная. Действительно ли это так? Вот как вы видите этот момент? Он совершенно правильно сказал. Я считаю, что дети всегда лучше родителей. И они развиваются, идут вперед. Во время отправок молодежи в войска, призванных на военную службу, приходится часто беседовать с молодыми людьми. Я вам скажу, что основная часть их идет в армию осознанно. А на что они ориентируются, на что они равняются? Мне кажется, что мы заговорили о восстановлении исторической памяти. Нам ее сегодня необходимо восстанавливать, по сути, потому что после Великой Отечественной войны мы не знаем героев других. Она уходит все больше в прошлое. Вот на кого они сегодня равняются, когда идут в армию? Ну, к сожалению, да, действительно мы уже забываем своих героев. И сейчас равняться молодежи трудно. Но в последнее время, в последние десятилетия стали показывать чаще фильмы про российскую армию, которая воевала в Афганистане, в Чечне. Не только с отрицательной стороны, но и патриотично. А вот есть противоположное мнение тоже по этому контексту, что именно потому, что после Великой Отечественной войны армия постепенно пришла в упадок, особенно в 90-е годы, вот именно поэтому праздновать сегодня День Победы, в общем, лицемерно по отношению к нынешней армии. Уж кто-кто, а ученый Юрий Пивоваров, он академик, он руководитель научно-исследовательского института общественных наук, Российской Академии наук, ИНИОНРАН, это ведущее учреждение в области общественных наук и истории. Он говорил о том, что мифом Победы сегодня кормят людей для того, чтобы скрыть сегодняшние ошибки, для того, чтобы легитимизировать нынешнюю власть и, в общем, не говорить о нынешних проблемах и необходимости сегодняшних реформ. Вот как вы на это смотрите? Да, может быть, это его мнение, с какой-то научной, может быть, его точки зрения, но это его мнение. Это его личное мнение. Да, это его личное мнение. Я считаю, что это экспорт протеста, который мы видим с декабря по март и сейчас продолжается в Риге. Обычный бизнес политический и только. Люди разыгрывают святое ради того, чтобы получить политический... Да, это кощунство какое-то получается, играть на таких вещах. Молодежь, которая сегодня, и русский народ уже традиционно, почему нас с медведем ассоциируют? Не трогаешь его и спокойно все. Но если тронул, то беги, что сил хватает. Поэтому я думаю так, что если, не дай бог, что-то случится, мобилизуется молодежь. Это психология, это, наверное, наша ментальность такая. Поэтому немцы захватили всю Европу вообще фактически без единого выстрела. А Россия начала воевать 22 числа, как только немцы переступили территорию Советского Союза. Возьмите Китай. Японцы вторглись, и 13 лет Китай, громадное такое государство, о котором все говорят, вот какие они великие, они были под японцами больше десятилетия, считайте. И ничего не делали. И если бы не советская армия, неизвестно. С 9 мая по 2 сентября. Да, развернули всю мажору. Роман очень хорошо об этом может рассказать. Мы перейдем к разговору с Романом. Были, конечно, великие вехи в этой войне. Это Сталинград, это битва за Москву, это Курская дуга. Но у нас тоже были свои Курские дуги, были свои Сталинграды, была своя Москва в Амурской области. С 9 августа по 2 сентября проходила маньчжурская стратегическая наступательная операция. От Благовещенска пересекала Амур 396-я стрелковая дивизия, 258-я танковая бригада. Три направления удара. Об этой войне мы ничего не знаем. Не знает никто практически в Амурской области, кого мы не спрашивали. Прежде всего, нужно по телевидению стараться говорить действительную историческую правду. Не идти на поводу у мнения парламентских особлей. У нас все-таки есть история своего государства, своих народов нашей страны. Это усилие, труд, кровь тех людей, которые вырвали эту победу на двух фронтах. У фашистской Германии и у фашистской Японии. Мы слишком часто смотрим на Запад. Мы начинаем забывать, что у нас есть собственное чувство самоопределения. К этому нужно возвращаться. Это нужно культивировать, в частности, по тому же самому телевидению. Давайте продолжим о восстановлении исторической памяти. Хотелось бы о проекте сейчас Олега Семенца поговорить. Покажите, пожалуйста, уважаемые режиссеры, видео, вот слайд-шоу фотографий. Несколько фотографий из выставки «Дороги 4 года войны». Я вам так скажу, то, что выставка произвела то впечатление, которое должна была произвести. Живые люди, живые лица, перепуганные. Они усматривались вот в эти вот, в исторические фотографии, которые я еще там использовал. Вот, в эти лица перепуганных людей, которые были постановочные сыграны. Все то, что снималось на постановке, в окопах, в траншеях, где фотографии участвовали, опять же, молодые люди в этом проекте. Вначале мы говорили, вначале мы переживали все это дело. Я им объяснил, что мы делаем не картинку, а мы снимаем кино. Но мы показываем изначально, если внутри не будет пережито то состояние, которое переживала эта медсестра, которая боялась и было страшно. В нее стреляли, она тащила этого бойца с поля боя. И тащила она его по-настоящему. То есть не было так, что ты ляжешь, ты тащи его. И после 3-4 метров, когда девчонка, которая весит 40 килограмм, тащит парня, который 70-70 с лишним, разбивает все коленки. Вот это эмоциональное состояние, вот это физическое напряжение, моральное, которое она пыталась передать, это все работало. Меня обвинили в том, что я подонок и негодяй, потому что я на баннере показал погибшую медсестру. Мне сказали, у нас же праздник. Я говорю, ребят, простите, это память. А память наша вот такая. Память – это смерть молодых людей. Это кровь советского народа. Это те молодые пацаны, которые в 20 лет уже шли на фронт. Вот она, эта память. И поэтому каждый праздник имеет свое внутреннее содержание. День Победы – это грустный праздник. Это праздник скорби. Это праздник скорби и боли. Это праздник воспоминания. Тогда, когда есть единственная возможность вспомнить. Это единственный день в году, когда мы можем по-настоящему искренне вспомнить. Что-то я разошелся как-то эмоционально. Ну, вырежете, да, потом? Нет, но именно этой. Да, ну, скажите, Семенец тут разнулся. Просто, видите, я еще, будучи лейтенантом, уже увидел всего, ну, уже кое-что увидел, будем так говорить. И поэтому, когда вот все это делалось, это переживалось. То есть я исходил из того, что если я буду переживать, если я буду делать работу и болеть этим, то тогда это сработает. Правило такое. Давайте продолжим об исторической памяти. Мы сняли опросы на улицах и в школах. Мы задали следующие вопросы. Попросили назвать основных военачальников Красной Армии. И после этого, ну, или до этого, попросили сказать сегодняшних детей, кто такой герой. Мне кажется, очень показательно. Уважаемые режиссеры, покажите, пожалуйста, два опроса подряд. Человек, который спасал жизни людей, у которого есть награды за что-либо, за труд, за помощь. Ну, как бы вот так. Наши ветераны, которые защищали нас, которые участвовали на войне. Ну да, я тоже считаю, что герои – это наши ветераны, которые освободили нашу страну от немцев. И, да, которые помогли нам сейчас жить в мире и спокойствии, которые, ну, спасли всю нашу жизнь. Герой – это тот человек, который защитил свою родину, и, ну, чтобы люди могли жить дальше. Мы сейчас благодаря таким людям живем. Герой, в моем понимании, это человек, который прошел войну, но сейчас служит на военной службе, хочет защищать родину. Ну, герои, которые, ну, несмотря какой, если, например, защищал родину, ну, чтобы мы были свободны. Ну, то есть, как вот вторые ветераны Второй мировой, они сражались за родину, за нашу свободу, чтобы не было, как бы, угнетения нас, геноцида советского народа, ну, русского народа, в общем. Ну, как-то так, понимаем. Ой, Рокоссовский, Будённый, Ворошилов, не помню, Жуков, рыбалка. Всё, нет. Блин, это вообще... Ну, самый известный. Муравьёв. Ты чё? Ну, блин, Сталин, наверное, Ленин. Ну, Маша Жуков был. Так, а кто ещё? Не помню, волнуюсь, наверное. Сталин, Ленин. Я больше не помню. Таких самых основных кто-то, Сталин и Ленин. Сталин, Жуков, Рокоссовский.